Восстанавливание я бы сказал, что у нас 23 объекта действительно будут восстанавливаться. Это те объекты, которые в силу действующего законодательства практически мало пострадали, там где-то то, крыша подгорела, и это те, которые подлежат. И люди получили решение Межведовственной комиссии о восстановлении. Так вот, они могут восстанавливать. В вашем случае ситуация немножко другая. По всем конструктивным особенностям, которые признали специалисты, ваш объект, коллеги, вы зайдите, снимите его внутрь, потому что у нас была достаточно четкая информация, он не подлежит восстановлению, потому что, опять же, это решение МВК выносило на основании заключения экспертов, специалистов, которые ходили, смотрели, проверяли. Они тоже несут ответственность, они тоже работают в рамках тех норм, правил, тех СНИПов, ГОСТов, которые есть. И никто, поверьте мне, не возьмет на себя ответственность, если завтра вы начнете восстановить, а какие-то фундаменты поехали, или что там нарушено. Завтра, не дай бог, после восстановления, если бы такое решение было принято, какие-то случились дела, часть членов комиссии, наверное, пошла его по суду. Поэтому люди тоже очень внимательно смотрят, и каждый вопрос фиксируют, смотрят и занимаются. И это решение не одного человека, сколько в составе комиссии? 17 специалистов, в разных направлениях работают. Это решение было не одного директора департамента, а комиссионное решение той комиссии, которая наделена этим полномочиями. Дело в том, что, вот вы говорите, да, поехали, там поплыли стены, мы сейчас пойдемте, посмотрите, в каких условиях мы живем, и дом признает неаварийным. У нас сейчас прорвало трубу, что капает это, я вот встала, у меня волосы вот так вот, потому что я ложусь в мокрую постель. И его признают очень хорошим, у нас отопления до сих пор нет. Ну, возможно. А здесь, здесь хорошее, то есть восстановить его можно. Пожалуйста, не дай бог, что-то случится, вы же сами видите, в каком состоянии, оно все рушится, упадет. Вы сейчас силу моции приздаваете и ее, давайте, и вы, Владимир Ильич, вот давайте признавайте наш дом подлежащим восстановлению. Да мне сейчас, судя по тому, как мне сказали, Кушнарев, как сказал, что своими силами, так мне, конечно, сейчас выгоднее сказать, что он непригоден к восстановлению. Это не вызовно, это в силу права, так, в силу закона. Значит, еще раз говорю, вам еще раз, вас никто не, и вашего дедушка, да, мой вам? Он мне не дедушка, я ему совершенно чужой посторонний человек. Ну, хорошо. Только, что, как законный представитель, вот так можно сказать. Хорошо, вот вы, как законный представитель, собственника, еще раз передайте, пожалуйста, что человек в любом случае обязательно будет обеспечен жильем или суммой средств для приобретения жилья в ближайшее время. Вот, это можно ему четко передать, но при всей сложности ситуации данный дом по всем нормам не подлежит восстановлению. Это нравится, не нравится. Вместе с тем, вы, если желание будет у вас, вы в силу закона можете апеллировать, могут, могут, можете дополнительные комиссии, суды привлекать. Экстрализа, да, независимо. Но, я вам одну вещь скажу, ну, поверьте мне, вот, журналисты, пожалуйста, посмотрите, вот, зайдите вовнутрь туда, и вы сами видите реально, что его нельзя восставить. Вам хочется, конечно, дайте вот, чтобы сделали, сейчас поломаю, вернее, перейдем. В общем, я поняла, вы сейчас пришли просто, как бы, как вы выражаете комиссию. По чему вы выражаете? А не что-то вот решить в данный момент для этого дедушки. Ну как вот возможно этот данный дом, который ты уже вам как сказали, здесь по действующему законодательству, по всем нормам правилам, по проценту износа он не может быть пригоден для проживания и восстановления.